как из дома зарабатывать миллион кейсов много результатов много вы тоже можете у вас будет результат моя задача вам рассказать об этой схеме в целом всем привет сегодня вам расскажу как из дома можно зарабатывать миллион и важный момент пока вы вдруг решили да сразу писать гневный комментарий что я вру и так далее что хочу сказать на самом деле есть те кто ограничиваются продажами по этой схеме до 100 тысяч им хватает но есть те кто идут и на миллионы и более поэтому здесь кейсов много результатов много но моя задача у вас не закидывать кейсами говорить о том что вот он продавал по фбс горшки вы тоже можете у вас будет результат моя задача и мое желание вам рассказать об этой схеме в целом до рассказать о своих плюсах рассказать конечно же о минусах которым вы должны быть готовы и таким образом для многих для тех кто не понимает с точки зрения marketplace как работать с этой схемы либо для тех кто уже продает но все таки сомневается нужна вам эта схема или нет здесь я расскажу подробнее о том а как же можно из дома продавать свои товары на marketplace поэтому с вами присаживаемся поудобнее и приступаем к теме нашего видео давайте с вами сначала начнем с того а как происходит процесс работы по фбс это аббревиатура которая как раз объединяет в себе на всех marketplace of схему продажи со своего склада на самом деле многих это происходит из своего дома и это огромный плюс потому что в данном случае вы не платите за хранение вообще конечно миллион из дома скорее всего не получится но потому что это все-таки большое количество товаров и придется снимать какое-то помещение но пару сотен тысяч из дома вы все-таки сможете продавать это сто процентов поэтому здесь большущий плюс того что вам не нужно будет особенно на старте платить сохранение как происходит непосредственно процесс работы по системе фбс у вас товар хранится дома на складе в гараже в общем он где-то у вас лично хранится вы не отправляете его на склад marketplace он там нет этот не хранится вы за хранение не платите вам поступает заказ то есть конкретный человек допустим вы продаете бантики заказал у вас этот бантик вы берете этот бантик возможно он у вас уже упакован либо вы его упаковываете как раз под заказ вы его упаковали промаркировали я вам сейчас покажу как выглядит маркировка по фбс у озон извините что помятая но это реальная упаковка фбс на озон то есть наклеиваете маркировку обычную да на свой товар на упаковку и вот такую вот накличку это пример фбс на каждом маркетплейсе это свое но я вам для наклятности показываю и далее вот эту упакованную единицу товара промаркированную вы передаете в пункт приема либо в сортировочный центр из которого уже сам маркетплейс повезет этот товар непосредственно покупатель важный момент и огромный плюс о котором мы еще с вами будем говорить что сдавать например на зону на яндекс маркет можно эти заказы просто в пункт выдачи заказов которые есть в вашем доме большое количество примеров таких есть поэтому здесь ничего удивительно мы вчера кстати когда созванивали с учениками на курсе обсуждали как раз этот момент и вот одна девушка у нас стартовала на вайлдберрис все продает и хочет с этим же ассортиментом зайти на зон и такая горит я не знаю какую мне комплектацию выбрать но я могу по фбс продавать я говорю так выбирайте любую комплектацию вы же можете ваши бантики продавать там 1234 хоть 10 штук до посмотрите спрос и далее уже отнесете в пункт выдачи заказов и она согласилась полностью с тем что пункт выдачи заказов не находится в ее доме и это максимально удобно и так я так скажем сделала небольшое введение в теорию теперь давайте с вами перейдем к плюсам и минусам данные схемы и я расскажу на своем примере я рассказываю не только по теоретической части которые там где-то узнала либо от наших клиентов учеников на зоны на яндекс маркет мы по фбс продаем достаточно уже давно на зон вообще достаточно глубоко но здесь я вам буду в видео показывать прямо рассказывать например итак первый и самый огромный плюс который есть это возможность тестирования полностью всего ассортимента даже ассортимента которого у вас фактически нет что это значит вот эта схема достаточно часто ее используют те кто допустим увидели какой-то товар на рынке решили возьму-ка я там же фотки какие-то в интернете выложу товар и без товара начинают продавать я это не очень поощряю потому что с одной стороны это может привести к тому что вы будете обманывать покупателям понятно какой товар может быть будете отменять эти заказы но это тоже возможно я в качестве теста люблю эту схему когда у вас есть какой-то ассортимент но неважно какой большой маленький очень круто когда там не знаю производства до них большущий ассортимент и они сидят и думают а что нам продавать пожалуйста вы можете создать карточки по фбс до потратить ваш менеджер или самостоятельно какое-то время на это создает карточки загружает остатки и дальше вы уже сможете протестировав свою цену свои возможности свой товар понять а что можно в перспективе отвозить на склад почему отвозить на склад мы с вами поговорим в минус у того у нас отдельный блок с минусами но все же то есть здесь вы можете для себя понять а с точки зрения теста какой товар имеет смысл дальше уже так скажем производить больше закупать больше окружать на склад маркетплейс поэтому с точки зрения теста это идеальный вариант и мы так делали постоянно делаем сейчас все все новинки который нас появляется мы обязательно озона яндекс маркет сейчас ставим по фбс это в первую очередь на нас это никак не влияет да то есть мы дополнительно денег никаких не тратим а тест сразу проводит второй момент он отчасти относится к тесту спроса но здесь немножечко другая история поясню тест спроса это больше глобально до понять ассортимента ваш да а вот второй мой пункт плюса это выбор идеальной комплектации как я вот рассказывал в начале пример девушка одна из наших учениц когда он вчера созванивались она спрашивала что бегать не знаю мне от комплектацию я понимаю что вот по одной штуке продавать невыгодно из-за больших расходов на логистику может быть мне по 2 продавать я говорю ну во первых конечно же надо смотреть на рынок но если мы с вами не опираемся на аналитику предположим да вы можете гуру комплектацию выбрать совершенно любую 1 2 3 4 5 сколько угодно штук и таким образом вы сразу поймете а что людям выгоднее что людям интереснее такую комплектацию они могут брать ведь смотрите в наличии остатки у вас есть таким образом вы можете на каждую единицу поставить остатки у вас закажут и под заказ вы уже скомплектуете 1 2 3 4 5 сколько угодно товар и это огромный плюс с точки зрения тоже как бы ассортименту но здесь именно вопрос комплектации очень многие забывают про этот момент а это важно важно комплектации и очень классно когда есть возможность продавать по несколько штук большое количество товаров можно и нужно таким образом продавать ему например продаем наборы полотенец мы продаем наборы салфеток наборы конвертов наборы наволочек точно не большое количество именно наборов чтобы не по одной штуке а по 2 но здесь конечно же идет экономия на на логистике и в первую очередь на логистике там даже нечего обсуждать следующий плюс это возможность с одними остатками продавать сразу на нескольких маркетплейсах тоже приведу пример вот сейчас открываю второй цех кто-то возможно уже знает это да кто вот первый раз меня видит не знает сейчас открываем второй цех и как только у меня появляются произведенные единицы я понимаю что вот это количество мне пока нет возможности отправить на маркетплейс небольшое но по фбс я могу поставить сразу и я сразу ставлю эти остатки и на зон и яндекс маркет хотя казалось бы условно условно да у меня всего 10 единиц но при этом они в продаже стоит сразу на тот марк на 2 маркетплейс если бы я отправляла на склад мне пришлось бы делить либо по 5 либо какому-то маркетплейсу не хватит а здесь у нас любом случае получается что у нас есть возможность то что есть сразу продавать на нескольких маркетплейс у меня например так подруга она думала над ассортиментом над расширением ассортимента я предложил горы закупи тоже тестовую партию поставь сразу на все три маркетплейс по фбс она говорит ну а как же остатки я понял а какая разница ты условно там по 15-20 штук закупила на единицу да на артикул и пожалуйста все поставил на остатки а у нее вообще кстати классная история она условно покупает одну единицу товара а потом под заказ клеить наклейку на эту единицу товара которая так скажем добавляет эксклюзивности товара и по сути единиц 150 и ты можешь под любой артикул наклеить вот эту наклеечку которая есть вот и в общем с этой точки зрения здесь максимально удобно что вы не замораживаете свои остатки вы можете продавать сразу на нескольких маркетплейсов с тем что у вас есть это огромный плюс который позволяет опять же к первому пункту возвращаясь постоянно проводить тест следующий плюс это нет оплаты за хранение не скажу что прямо какое-то дорогое да ну яндекс маркета если у вас небольшие продажи до высокой оборачиваемость но когда товары медленно продаются то хранение будет немаленькое я просто сказала вообще не маленько достаточно дорогое будет поэтому здесь все-таки есть свои плюсы конечно если вы продаете из дома либо из офиса который у вас уже бы если придется арендовать что-то дополнительно то конечно здесь придется платить за хранение но в этом плане вы здесь хотя бы не платите за хранение это тоже достаточно огромный плюс следующее это то что можно сдавать поставку в своем доме сейчас у озона ну как грязи как грязи пунктов выдачи заказ и таким образом вы можете с легкостью просто у себя в доме пошли на улицу пошли в магазин пошли на работу неважно сдали заказ пункт выдачи заказов озон и таким образом вы не тратите дополнительные деньги на отправку товара не тратите время на это все на маркировку которой возможно товар будет потом просто лежать на складе marketplace а поэтому в этом плане здесь огромный плюс с точки зрения экономии времени с точки зрения удобства особенно для тех кто это хочет использовать как ну так скажем для себя в кавычках подработку как дополнительный доход это удобно потому что можно просто сдавать пункт выдачи заказ следующее это то что у вас товар постоянно в наличии сейчас я объясню что это значит мы стабильно на озон продаем по фб то есть мы сейчас постоянно гружаем поставки для того чтобы продавать со склада но в промежутке времени когда мы отправляем или готовим следующую поставку чисто теоретически бывают случаи возможность того что что-то осталось но предположим мы вот сейчас собираем поставку товар какой-то закончился а поставка наша поедет только в конце недели то есть несколько дней товара в наличии не будет и благодаря тому что я система фбс мы подгружаем остатки то есть у нас то на нашем складе наличным есть эти остатки на складе marketplace закончилась таким образом мы ставим остатки фбс у нас наличие никуда не пропадает это никак влияет не влияет на наши продажи нет никакой упущенной выручки и мы постоянно с продажами и у нас сейчас постоянно такая история то есть когда собирается поставка мы сразу все это ставим по фбс все это у нас продается потом как только поставка до собралась мы отправляем это на склад marketplace фбс снимаем и все то есть мы постоянно работаем с наличием самые внимательные могут заметить что все-таки есть зазоры до когда мы отправили поставку поставка еще не доехала остатки могут закончиться напоминаю что на складе но все таки есть наличие и это тоже стоит по фбс но это так небольшое отклонение для самых внимательных следующий плюс это то что сейчас максимально актуально то что вы не подвержены 4 чрезвычайным ситуациям которые могут произойти на складах marketplace у нас с вами за последнее время был пожар на складе зазон затопило склад электростали у вайлберрис пожар на складе вайлберрис в шушавах это не говорит о том что все плохо и нельзя им доверять но это тоже своеобразный плюс опять же не хочу вас прям полностью агитировать от того что не продавать со склада marketplace мы продаем это делаем это классно но продажа со склада тоже имеет огромный плюс но опять же вот в этом плане и следующий плюс который на самом деле для многих будет актуальна это максимально быстрый старт потому что как у нас сами пока мы упакуем пока промаркируем пока отправим на склад marketplace и вот неделю прошло тоже вчера обсуждали с одной из учениц она говорит ну вот в понедельник у нас в следующий будут фотографии это получалось через неделю на момент диалога в понедельник у нас будут фотографии потом пока мы промаркируем пока будет инфографика пока отправим мы к концу недели я говорю а давайте-ка мы с вами вот как только будут фотографии сразу отправляем на склад marketplace и ничего не ждем то есть очень многие вот вопрос выхода на marketplace с точки зрения поставок так скажем откладывают и получается достаточно долго вот а здесь у вас получается возможность товар появился есть фотографии все выложили начинаем продавать и все то есть нет вот этого зазора до по временного когда вам нужно упаковать заложить в коробке запланировать поставку там договориться с транспортной компании либо самостоятельно то есть и то есть вот этих проблем у вас уже нет вы спокойно можете в любое время отправить свой товар на склад по фбс на склад смысле под заказ до на склад короче вы поняли в пункт приема когда вам поступил заказ и это с точки зрения плюсов все далее мы с вами конечно же переходим к минусу которые мы с вами сейчас обсудим которые есть никуда мы с вами от них не денемся но опять же по некоторым минусам дам свои комментарии возможно это плюсы минус 1 это сроки доставки особенно в регионах конечно это достаточно критично во-первых у озон и так не самые быстрые сроки доставки у яндекс маркета до максимально быстро только пока у вайлдберрис тут еще из-за формата работы по фбс сроки дольше сроки доставки максимально актуальны и потому что они влияют на непосредственный конечный заказ то есть конечно чем быстрее товар придет до покупателя тем больше вероятность что он купит то есть ждать никто не хочет но в любом случае это минус он есть но и даже с фбс люди достаточно хорошо продает без каких-либо проблем а уж какую-то технику электронику люди готовы ждать и дольше этот мелочевку кому-то бывает срочно а уж если что-то крупное то здесь люди готовы ждать как например мебели я вот ждала там неделю и больше к сожалению приходилось но мебель то нужно до никуда она не денется это с точки зрения сроков и еще максимально актуально это особенно в регионах вот например у нас фбс стоит в городе иваново и в городе родники ивановской области так вот с 1 по 9 января все заказы которые приходили их нужно было отправить только 9 января потому что машина приехала бы в этот город только 9 с 1 по 9 машин не было в иваново такой ситуации не было можно было каждый день гружать а вот в родниках была такая скажем критичная ситуация не очень приятная поэтому сроки здесь да это минус огромный который хочешь не хочешь приходится принимать второй минус это мало пунктов приема и если у озона яндекс маркет можно сдавать в пвз это не относится к минусу это больше к плюс а вот у андрис это очень сильно относится к минусу потому что у них мало пунктов приема и если говорить даже вот пример в иваново да там есть сортировочный центр и насколько я знаю еще есть одно пвз но это настолько раскидано по гору несмотря что он не сильно большой но все же и ехать до них это лишние расходы и не маленькие и это неудобно и это может быть минусом до от зависимости от того где вы находитесь зависимости от того на каком марки если вы продаете так же минусом является ранжирование карточки конечно же всегда будут выше если грубо до говорить всегда будут выше те карточки у которых наименьший срок доставки именно поэтому очень многие поставщики борются с так скажем за поставки на те склады где минимальные сроки доставки именно поэтому у нас с вами присутствует индекс локализации который так скажем заставляет нам нас развозить товары по складам по всем регионам но в любом случае опять же вернусь к тому что до ранжирование карточки хуже чем у тех товаров которые продаются со склада маркетплейса но при этом большое количество товаров которых нет на маркетплейсах которые востребованы и этот момент уже имеет второстепенный параметр но опять же все равно он существенно и следующий минус это то что дороже я вам даже в час покажу пример разницы на озон фбс сравнению с фб на одной карточке товара и с одной стороны я согласна что это существенно это дороже это неприятно это бьет по нашей с вами экономики но я порассуждала на тему того что мы с вами очень часто очень часто себе стоимость не добавляем стоимость коробок в которые вы складываете свои товары когда отправлять поставку на склад маркетплейс на фбс тоже они иногда нужны но не всегда в зависимости от объемов плюс мало кто считает что условно там одна коробочка стоит порядка там 80 90 рублей эту коробочку на склад маркетплейса доставить 400 500 а это значит что все эти расходы разделяются на единицы внутри и следовательно это дополнительные расходы и поэтому здесь вот такая прямо грандиозная разница между фбс и фб она уменьшается только потому что очень часто с вами не учитывая вот такие вот переменные расходы а это тоже очень важно но опять же все равно никуда мы не денемся фбс дороже это факт у яндекс маркета даже если сдавать не в сортировочные центра вы как раз пункты выдачи заказов и еще дороже обработка этих заказов но нужно помнить и о плюсах и о минусах и для себя понять если вы понимаете что вы готовы максимально быстро максимально оперативно тестировать спрос постоянно работать с ассортиментом и понимаете что важно наличие дополнительно либо на постоянной основе использовать фбс крутые классы что мы и делаем почему я вам рассказываю именно вот с такой позиции потому что мы с этим работаем у нас сейчас вот на озон прям очень хорошо параллельно идет в боевые фбс для того чтобы не было никакой упущенной выручки для того чтобы не было проблем с транжирование когда нет остатка для того чтобы не было проблем с остатками это тоже все максимально важно на этом моя небольшая лекция на тему фбс на marketplace закончена если у вас остались какие-то вопросы с удовольствием на них отвечу не забывайте что на этом канале каждую неделю выходит новости ну и конечно же не забывайте подписываться комментировать и ставить лайки потому что благодаря именно вам это видео все больше и больше людей смогут увидеть а для меня это максимально важно потому что мне интересно рассказывать на любые темы касательно бизнеса и маркетплейсов на этом все вам хорошего дня продавайте по всем схемам и до встречи